здравствуйте друзья лишнее подтверждение тому что земля круглая мы обнаружили у нас в школе вот буквально минуту назад до меня дошло значит так то настеньку мы знаем а вы представляетесь дмитрий оказалось что они оба из набережных челнов это правда но в челнах вы не не были знакомы расскажите где вы познакомились мы познакомились здесь в америке это было где-то зимой в общем это было вот ближайший последний до этого это моя первая зима мы познакомились на новоселье на который я попала совершенно случайно и там мы познакомились с димой не то чтобы мы лично познакомились это было в каком городе это было филадельфия но вы жили в нью-йорке я была просто в гостях там там недалеко до 2 часа всего вот я путешествую везде а правда дальше филадельфии там так много русских вообще очень много особенно в том районе где они живут я была очень удивлена там русские магазины и все по-русски везде так ну хорошо дальше дальше приехали вы случайно попали то есть обнаружили себя на новоселье но там а мы единственное что узнали друг о друге так это то что мы с одного города то есть вы там случайно столкнулись да отмечали новоселье просто но вы еще не смотрели наш канал в то время я смотрела ваш канал но мы о вашем канале не разговаривали так и как-то я увидела диму на вашем канале недавно недавно когда он только приехал на учебу 4 месяца когда он приехал к вам еще не на учебу а просто пообщаться до учебы ну и вы сказали себе о так этого же я знаю да а в то время я уже ставила себе цель то что я еду к вам на учебу и точно знала что я поеду думаю ну как хорошо может быть в одной группе то есть вы с ним не обменялись телефонами вот когда познакомились просто ну мало ли там из набережных челнов там там был просто общая знакомая у нас и уже ближе к тому как приезжать к вам я увидела диму еще раз то что он уже приехал к вам учиться и тогда я поняла то что естественно мы вместе значит но у вас вы его нашли на канале или вы просто у общего знакомого взяли его координаты я увидела его еще раз на канале а потом взяла номер телефона у общего знакомого так ну позвонила дима как раз собиралась там на горке ехать кататься в парк здесь я думаю ну ладно значит время как бы не пустое проводят свободное а серьезный парк тут пониже есть какой-то интересный тут есть сафари обалденный парк но я позвонила диме он был занят тогда он не через пару дней я даже не узнала кто это пообщались он мне все рассказал о учебе и вот сейчас встретились но вы у нас на кухне оказались случайно или вы договорились заехал ну то есть нужно искать квартиру и мы ищем организованная встреча да ну хорошо у нас настя приболела вот мы ее хотели увидеть организатор но мы можем сейчас посмотреть у нее на столе там мы ждем просто 6 часов должен человек освободиться чтобы посмотреть квартиру да нам Таня дала и другие номера и мы на доске ну что же но есть какой-то прикол в том что вот человек из набережных щелнов вот сидит с вами на одной кухне конечно есть я тогда была очень удивлена мне всегда очень приятно встречать земляков так и ну конечно же я рада пообщаться узнать какими судьбами оказались здесь чего достигли добились так ну и так получается что сколько ты здесь в Америке полтора года ну немного больше чем я и мы можно сказать на одном уровне в шелнах я не был вообще уже очень давно но хочется так ну можно было вот так ну там безопасно в целом можно пройти по улице чтобы не побили там я уже не знаю раньше было опасно когда я там рос в советское время было очень опасно ну вот в конце 90-х мы оттуда уехали когда было опасно а вы не помните нет я все помню я переехала из челнов только пять лет назад ну как там мне очень нравится вот эти вот четыре года что я жила не в челнах я приезжала туда и я просто с открытым ртом ходила как город преобразуется мне очень нравится там деньги вкладываются или что там ну видимо да без денег я думаю этого не сделать строят набережные велосипедные дорожки вдоль главного проспекта и кто-то едет или так их для порядка просто ну потихонечку я думаю что сейчас уже ездят если дорожку построить кто-нибудь поедет я сама ездила один раз и здесь я кстати планирую покупать велосипед думаю пригодится ну друзья те кто смотрит нас из татарии всем привет у меня был один знакомый он правда из башкирии был но там рядом там рядом да он говорил страна вечно зеленых помидор то есть они никогда не не вызревают это шутка такая была в общем вот муж конечно солнечная татария или нельзя сказать там солнечная с калифорнией не ну зачем с калифорнией в общем оттуда кто вот земляки там со всех сторон вот приезжайте все на кухню к нам кофе чаем угостим там лясы поточим а шо вы такая мне дима сегодня предлагает кофе кофе будешь я говорю да буду ну иди наливай у меня бабушка так тоже говорит миша ты хочешь чаю я куда это что ты себе не нальешь да или мне тоже сделай нет такого не было но просто хорошо нальем нальем у нас у нас чай кофе да приходите всех гостям я вчера помесла конфетки тут уже ничего не осталось ну у нас больше тартами знаете тортика что мы думаем на студентам отдать тоже нас надо беречь а их много и они могут незаметно это пустите откуда то приносят люди мы сами не покупаем и цветов там вас много я вчера спросила и грудь рождения что-ли у софии да на кредит студенты работы получают приносит интерншип получают приносит некоторые просто настроение хорошее получать принесут это бывает была одна кореянка у меня такая настоящая из кореи так она каждый день что-то приносила какие-то корейские cookies такие есть нельзя кто ж такой есть но нет 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 студенты же они все подъедают а когда и из индии девочки принесут я как-то раз попробовал но уже хватит вот это на любитель на любителя как новый сорт колбасы значит там срубили комиссия собралась и говорят ну как на вкус как на любителя ну так и назовем любительская вот так что все ребята помахали ручкой всем набережно челновцам отдельный привет